Продолжение следует... Будь осторожна с теми, кому доверяешь. Может, ты и не ее отец, но ты был чьим. Ты мне доверяешь? Кинокочевник. 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 И, конечно же, конечно же, Сталкер. По этой игре не только книги выходили, но и фильмы. И причем много. Об этом как-нибудь потом. Поверьте, там есть что обсудить. Ну так вот, я, как фанат данного жанра, просто не мог пройти мимо сериала The Last of Us. Или Одни из нас, или Последний из нас. Называйте как хотите. В самом начале первого эпизода ничего особенного не происходит. Примерно 5 минут обыденной американской жизни. Но в какой-то момент все идет по жопе. И вот тут-то я хотел бы отметить именно атмосферу сериала. Везде разруха, голод, насилие. Люди сбиваются во враждующие между собой группы. В их головах царит абсолютное безумие. Провинившихся или думающих иначе просто вешают. Деньги уже не в моде. Все по карточкам. Техника и оружие и того на вес золота. Все это передано настолько хорошо, что временами мне казалось, что я и сам живу среди всего этого хаоса. А актеры дополняли это чувство. Кстати, об актерах. Еще когда шел кастинг на главной роли, мне иногда попадались новости о том, что кандидаты Педро Паскаля и Беллы Рамзи совершенно не подходят на роли Элли и Джоэла. Мол, они совершенно не похожи на героев игры. Но я-то в игру не играл. Так что мне было как-то все равно. Но я видел актеров, которые подарили свою внешность персонажам игры. И честно сказать, что Паскаль и Рамзи весьма неплохие варианты. Да и потом, эти двое отлично передали химию между собой. Если верить в Википедии, то создатели искали актера, который мог изобразить жестокого, измученного и уязвимого персонажа. И Педро справился. Причем вполне неплохо. Также, если верить опять же той же самой Википедии, то продюсеры искали актрису, которая могла бы изобразить находчивого, изворотливого и склонного к насилию персонажа. И опять попадание. Элли саркастичный и вредный ребенок, который время от времени подшучивает над стариком Джоэлом. Ну а с другой стороны, как вообще обходиться без юмора, когда вокруг разруха? Вообще, стоит отметить химию абсолютно всех персонажей сериала. Скажем, например, между Тесс и Джоэлом определенно какие-то шуры-муры. Серьезно. Просто посмотрите, как они общаются. И последние минуты Тесс и Джоэла вместе просто слезу выбивает. Джоэл и Томми, вот прям видно, что они братья. Правда, мне очень не хватало их общего экранного времени, чтобы показать их взаимоотношения. Кэтлин – лидер повстанцев, у которой конкретно чердак съехал. Она жестока, цинична и недальновидна. Ее единственная цель – это найти Генри и Сэма и прилюдно их казнить. Серьезно. Баба до такой степени долбанулась, что готова вздернуть 12-летнего пацана. И пофиг, что в тоннелях под городом ту его хучи зараженных, которые вот-вот вырвутся наружу. Что и происходит. И за это она и поплатилась. Тот самый момент, когда приоритеты следует расставлять правильно. А священник Дэвид – Ооо, это просто зло воплоти в человеческом обличии. Все, что говорят о католических священниках в разных фильмах, в нем это есть. С виду весь из себя правильный, добрый, честный и справедливый. Но на деле оказывается жестоким педофилом-ганнибалом. Еще и пытается это как-то оправдать. Мол, типа, люди голодают, и в любви нет ничего страшного. Фу, блин. Ах, мерзость. И это лишь часть персонажей. Про всех я говорить не буду, так как за 9 серий их появилось очень много. И тут хочется упомянуть декорации и CGI. В сериале они настолько хорошо детализированы, что не знаю как вы, а я не сразу мог понять, где из этого что. И лишь глянув спецэпизод, я понял, что из этого что. Все сделано на совесть. Вот все. Весь задний план просто шикарен. Но, опять же, если смотреть тот самый спецэпизод, то нужно будет вновь отдать создателям должное. Съемки не всегда проходили в павильонах и на фоне CGI. Половина съемок проходила на натуре. И если вернуться к чуть вышесказанному, то, опять же, не всегда понятно, где графика, а где натура. Художники в свою работу не то чтобы вложились, а вот прям врезались. Как и гримеры, зараженные выглядят очень впечатляющими. И жуткими. Я когда одного увидел, сам замер. Особенно я напрягся, когда гриболюды из пещеры выбегать начали. Огромный верзилла вот прям выглядит опасно. И та зараженная маленькая девочка тоже пипец какая страшная. А музыка добавляла напряжение в происходящее на экране. Вообще, музыкальное сопровождение довольно необычное, и все мои музыкальные навыки ограничиваются уроками музыки в школе. Но я не мог не заметить, что большая часть треков имеет некий, как выразились в спецэпизоде, минимализм. И это действительно отчасти так. Просто сами посудите. Одна банджо и пара трубок. Зато какой эффект. Да, есть и более сложные саунды, но в голове-то отпечатается именно заглавная тема. Разумеется, логические несостыковки тоже имеются. Например, почему Марлин поручила Джоулу и Тесс отвезти Элли. У нее есть вооруженные люди, навыки, связи. Также, мне непонятна сюжетная линия Фрэнка и Билла. В игре, насколько я знаю, их отношений не показали. Они упоминались, но их не показали. Мне кажется, что это было снято только для определенной группы зрителей. Другого объяснения у меня просто нет. В общем, сериал отлично развлекает, и временами держит в напряжении. За героев иногда переживаешь и иногда за них радуешься. Я думаю, что данный сериал спокойно протянет еще два, а может и три сезона. Все зависит от количества частей игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Если я беру тебя с собой, то мы держим свои истории при себе. Никому не рассказывай о своей патологии. Мы пытаемся тебя уберечь. От разрыва на куски у тебя иммунитета нет. Фрэнк, у нас никогда не будет друзей, потому что тут не с кем дружить. То, что жизнь остановилась для тебя, не значит, что со мной так же. Никаких остановок. Мы закончим начатое. Последние из нас.